МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятерка! По давней-давней традиции мы начинаем каждый сезон с самых-самых младших. Итак, январь, начало нашего 12-го сезона. Эрудит пятерка, самая уникальная из телевикторин для школьников, продолжает играть с вами. Мы рады вас видеть, мы рады видеть тех, кто у нас сегодня в студии. А сегодня в студии у нас пятые, шестые классы. Справа на синей половине студии девчонки Киры Соловьевой из 11-й Жловинской школы. Мне рассказывали, что Кира умеет даже улыбаться. Но она это делает очень редко, после очень большой победы. Работает с этими ребятами Юрий Григорьевич Рудинский. Замечательный человек, прекрасный тренер. АПЛОДИСМЕНТЫ Слева чудные ребятки Алины Маленкович. Алина уже играла. Вот за 27-ю свою гомельскую школу радовала душу и сердце своего тренера Олега Валентиновича Яценковского. Ну а остальные абсолютные новички. Итак, Жлобин против Гомеля. 11-я школа против 27-й. Кира Соловьева против Алины Маленкович. Питомцы Юрия Рудинского против питомцев Олега Яценковского. РУДИ-пятерка, играем! Начинаем мы, как и положено, с блеф игры, с нашей Донетки. Кира, я сейчас услышу ваш голос, который скажет, кто же рискнет говорить да или нет. Из нашей команды на Донет пойду я. Прекрасно. Алина, ваше решение? Ну, а отвечать на вопросы Донетки пойдет Паша. Итак, Кира против Павла. Вперед! Тут проще всего выжать кнопку и сказать да или нет. И сопротивляться попыткам ведущего что-то еще вытащить из вас. А вдруг вы скажете какую-нибудь неправду. Итак, внимание. Верите ли вы, что в Белоруссии добывают нефть? Паша? Нет. Не верите? То есть в Белоруссии нефти не добывают. Вы ошиблись. Если вы поедете по Реческому шоссе и дальше, 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 вы увидите, что там стоят нефтяные вышки и нефть у нас все-таки добывают. Играем. Верите ли вы, что волейбол это командный вид спорта? Прошу вас, Кира. Да. А почему? Потому что у него играют команды. Логично. Играем. Кира открывает счет. Играем. Верите, что самый главный у католиков это Папа Римский? Вот. Паша? Да. Да, конечно. Папа Римский сидит в Риме и руководит всеми католиками. Играем дальше. Верите ли вы, что мыши это грызуны? Да, верю. Конечно, мыши это грызуны. Играем. И заканчиваем. Верите ли вы, что фейерверк это французское слово? Да. Да. Неправильно вы верите, потому что фейерверк, огненное дело, это слово немецкое. Итак, что у нас получилось после блеф игры? 10-5. Прекрасно. Повела, ну, с небольшим отрывчиком, жлобинская команда у нас. Дуэль игра. Вперед! Итак, жлобин против Гумеля. Дуэль игра. 5 разных тем, 5 очных поединков. Кира, Алина, внимательно слушаем 5 тем и решаете, кто какую тему на себя готов взять. Итак, внимание. Первый бой знают все. Как зовут? Это второй бой. Про имена. Третий бой. Гуляем по глобусу. Географическая тема. Четвертый бой. Будь в форме. Это спортивная тема. И пятый бой. Все профессии важны. У вас есть буквально 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя идет. Вперед! Решают последние проблемы очень быстро, кстати, решают. Итак, Кира, кто у вас буквально знает все? В нашей команде знает все Арина. Арина. Прекрасно. Арина, будьте готовы. А Алина у вас? У нас пойдет на знаю все Паша. Так. Паша, это ваш последний второй выход. У нас больше двух раз к стойке не ходит. Итак, Арина против Паши. Вперед! Знают все. Начнем. Борщ. Это первое блюдо или второе? Арина. Борщ. Это первое блюдо. Первое блюдо, конечно же. Продолжаем. Какого полюса достигли раньше? Северного или южного? Павел. Северного. Северного, это правильно. Роберт Пири. Прекрасно. Воздушный шар придумали в Америке или в Европе? А вот это фальстарт у Арины. За этим очень строго следит наш электронный судья. И у Павла появился шанс. В Европе. А где именно? Может, скажете? В какой стране? Нет. Во Франции его придумали братья Монгольфьо. Новорожденных девочек перевязывают розовой ленточкой или голубой? Арина. Перевязывают розовой ленточкой. А вас какой перевязывали? Розовый. Розовый. Правильно делали. Вот какая память у человека. Надо даже помнить, какой ленточкой ее перевязывали. Продолжаем. Вернее, заканчиваем. Единорог. Это реальный зверь или мифический? Павел. Мифический. Да, вот. Хотя вот в мультиках я его видел и неоднократно. Очень равная игра, очень равный бой. 20-20. У нас следующий бой. Вперед! Злобия против Гумеля. Второй бой. Кира. Как зовут? Кто у вас разбирается в именах? В именах у нас разбирается Даша. Даша. Я знаю, что Даша тоже есть у гамильчан. Кто пойдет все-таки? Пойдет Даша. Даша против Даши. Я угадал. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Как зовут? Как звали сына Сергея и Надежды Пушкиных? Прошу вас, Даша. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Правда, у него еще был брат Лев Сергеевич. И вы ответили бы мне, Лев, я бы абсолютно принял. Прекрасно. Про Александра Сергеевича прекрасно знаем. Играем. Так звали мореплавателя, который открыл новый свет. Америку. Да. Колумб. Христофор Колумб. Вот так его и звали. Даша Гомельская. Так звали мальчика, которого воспитала волчья стая. Прошу. Маугли. Прекрасно. А кто его еще воспитывал, Даша? Пантера. Да. Пантера Багира, Удав Као и Медведь Балу. Продолжаем. Так звали богиню, в честь которой греки назвали свою столицу. Афина. Афина. А столица как называется? Афины. Атенос, да, называют ее греки, но мы называем Афины. Продолжаем. Так зовут котенка. Любого. Даша. Гав. Не, любого котенка. Котенок. Котенок, понятно. У Даши есть шанс? Любого котенка. Рассказываю, Даши. Вот у нас в доме много котенков, взрослых уже 9 человек. А вот котенка любого зовут так. Кс-кс-кс-кс-кс. Кис-кис его зовут, любого котенка. Теперь вы это знаете. 35-25 у нас счет Жлобин впереди. Следующий бой, вперед. Итак, третий бой. Гуляем по глобусу. Географическая тема. Кто на прогулку идет у нас, Кира? На прогулку пойду я. О, хорошо. Это ваш последний, второй и последний выход. Алина, что у вас? Ну, а у Гомеля гулять по глобусу пойдет Миша. Итак, Кира против Миши. Вперед. Гуляем по глобусу. В этой части света расположена наша любимая Беларусь. Часть света? Центр Европы. В общем-то, да, Европу назвала, засчитывается. Играем. Эта река была подателем жизни для древних египтян. Фальстарт, фальстарт. У вас за этим очень строго следит наша электронная судья. Мишенька. Кира. Нил. Нил, конечно. Великолепно. Город Сан-Франциско расположен в этой стране. Америка. Ну, Америка это континент. А страна как называется? США. США, конечно, молодец. Ее еще называли черным континентом. Рассуждаем. Так, с кем будем рассуждать? С Кирой будем рассуждать. Черный континент, потому что там живут люди черного цвета. И что это такое? Не знаю. Не знаете, хорошо. Африка. Сказал Африка, нажавший кнопку, получил бы 5 очков. Вот теперь вы это знаете. Продолжаем. Лист этого дерева на государственном флаге Канады. Канада. Нет, я понимаю, Канада. А вот там флаг есть и там лист. Кленовый лист. Кленовый лист. Великолепно. 45-35 разрыв. Всего-навсего 10 очков. Продолжаем игру. Вперед. Следующий бой призывает всех быть в форме. Ну, как быть в форме? То есть заниматься спортом. Спортивная тема. Кира, кто у вас главный спортсмен? Главный спортсмен в нашей команде – это София. София. Великолепно. Алиночка, кто у вас побежит? А у нас больше всего разбирается в спорте Костя. Итак, хорошо. София против Константина. Вперед. Хорошо. Поехали. Будь в форме. Мяч в воротах противника – это? Гол. Гол, конечно. Константин забивает гол в ворота Жлобинской команды. Продолжаем. Это спортивное сооружение получило название от греческой меры длины – стадия. Прошу. Стадион. Прекрасно. Тот, кто хочет быть в форме, должен придерживаться ЗОЖ. А что это такое? Расшифровываться как здоровый образ жизни. Прекрасно. Мне добавить нечего. Играем. Большие дяди поднимают гири, а вот более легкий снаряд – это они. Ну, возможно, это гантели. Гантели, конечно. Возможно, так оно и есть. И заканчиваем. Этих спортсменов еще называют стреляющими лыжниками. Это биатлонисты. Великолепно. Я догадываюсь, кто у нас выйдет на финальную риск игру. Вот. И в одной и в другой команде. Ну, может быть, я оживаюсь. Но очень сильно ребята сыграли. 60-45. Следующий бой. Следующий бой у нас идет под девизом «Все профессии важны». Ну, например, сидит на кресле, в наушниках с микрофоном у рта, смотрит на монитор камеры – это оператор. Стоит и машет указкой и разговаривает – это ведущий. Ну, и тот, кто отвечает правильно – это игрок. Все профессии важны. Например. Итак, профессионал в команде Жлобины. В нашей команде профессионал по профессии Маша. Профессионал по профессии Маша. Прекрасно. Алина, у вас? А отвечать на эти вопросы пойду я. Прекрасно. Итак, Маша против Алины. Вперед! Алина вот такая собранная вышла, прямо как Дарья Домручева перед стартом. Отлично. Играем. Красный нос. Рыжий парик. Пестрый костюм. Это? Клоун. Клоун. Это клоун. Вы правы. Играем. Чтобы они приехали, и вот я тут точный ответ приму. Чтобы они приехали, нужно набрать 112. Милиция. Милиция у нас приезжает по телефону 102. А вот 112, Маша, неужели ни разу не набирали? Нет. Не набирали. И слава богу, потому что приехали бы спасатели и пожарные, и спасли бы вас от чего бы то ни было. Ну, а если ничего не горит, был бы ложный вызов и штраф. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Обычно его изображают толстым и в белом колпаке. Толстый белый колпак. Повар. Повар, конечно. Прекрасно. Так называют летчиков, которые испытывают новую технику. Называют летчики. Летчики-испытатели. Прекрасно. Главное не бояться, Алина. Играем. Он стоит спиной к залу с палочкой в руке. Пальстарт у Алины. Машенька, кто же стоит спиной к залу тишины на тишине? С палочкой в руке, практически как я. Спасибо. Дирижер. Поздно, Машенька, к сожалению, к сожалению, к сожалению. Это, да, дирижер. Вы абсолютно правы. Но поздновато дали ответ. Это 70-50. Перевез, тем не менее, в вашу сторону. Закончилась дуэль игра. Тест игра. Вперед, играем. Тест игра. Наше скоростное централизованное тестирование. Тема, ну, вы не очень такие большие, поэтому тема сегодняшней тест игры – малыши. Уж не обижайтесь, ради бога. Кира, кто из команды Жлобина разбирается в малышах? На тест игру у нас снова пойдет Маша. Машенька, Маша, готовьтесь. Алина у вас? Ну, а отвечать на вопросы про малышей будет Даша. Хорошо. Маша против Даши. Вперед! Итак, внимание. Три варианта ответа. Кнопка. И 10 очков за правильный ответ. Играем. Тест игра. Малыши. Незнайку и его друзей, как в платьицах, так и в штанишках, автор назвал А – малышами, Б – лилипутами и Ц – коротышками. Фальстарт, фальстарт. У вас, Дашенька, у Маши есть шанс. Отвечайте. Малыши? Малыши. Нет, не малышами он их назвал. Он их назвал коротышками. Николай Носов, Незнайку и его друзей назвал коротышками. Увы, играем. Друг Карлсона, малыш, носил фамилию. Внимание. А – Эдисон. Б – Олафсон. Ц – Свантесон. Прошу. А. А – Эдисон. Нет, Эдисон носил фамилию человек, который придумал электрическую лампочку. Дашенька, рискнете? Осталось Б и Ц. Даша. Ау. Б. Б. То есть Олафсон. Нет, малыш – это Сванте-Свантесон, друг Карлсона, который живет на крыше. Теперь вы это знаете. Проложаем. Атомная бомба под названием «Малыш» была сброшена на А – Хиросиму, Б – Нагасаки, Ц – Аламо Гордо. Да, Даша? Б. Б. На Нагасаки. Увы, не на этот город. Машенька. А. А. На Хиросиму, конечно, на Хиросиму был сброшен малыш. Пять очков зарабатывает Маша на подборе. Ну, а на Нагасаки была сброшена бомба под названием «Толстяк». На всякий случай для эрудиции. Продолжаем. Годовалого малыша-жеребенка еще называют А – бегунок, Б – стригунок, Ц – сосунок. Прошу, Даша. Ц. Сосунок. Ну, он годовалый, какой он сосунок, он уже травку ест. Машенька. А. А. Бегунок. Да нет, называют его стригунком за то, что он так смешно, как бы стрижет своими тонкими ножками. Теперь вы это знаете и заканчиваем. Герои повести «Братьев Стругацких. Малыш» фантастической повести. Спасли и воспитали. А. Неандертальцы. Б. Дельфины. И. С. Инопланетяне. Ну, рискните. Прошу. Б. Б. Дельфины спасли. Нет, не дельфины его спасли. Ну, как бы его спасли? Утонул бы он. Дашенька. А. А. Неандертальцы. На самом деле, поезд фантастический, я же подчеркивал. Разбился корабль на чужой планете и малыша этого спасли как раз добрые инопланетяне. Вот такая вот замечательная история. 75-50 потихонечку, 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 полигонечку наращивает преимущество команда «Жлобина». Но это еще не конец игры. У нас еще впереди слайд-игра. Самые дорогие вопросы. Так что слайд-игра, вперед! Слайд-игра «Любимое развлечение участников «Рудит пятерки». Что может быть проще? Смотришь на экран, видишь букву, картинку и называешь то, что видишь. Кто хорошо видит в команде «Жлобина»? В нашей команде хорошо видит Даша. Даша хорошо видит. На слайд-игру пойдет Костя. Итак, Даша против Костей. Вперед! Ничего жать не надо. Алгоритм, то есть последовательность действий такая. Смотрите на экран. В глазах у вас проскакивает мысль. Поворачиваетесь к стойке и говорите правильный ответ. Потом я перехожу к другому человеку. Итак, начинаем мы с выигрывающей стороны. Ну что, Дашенька, поехали. Буква А. Аист. Аист. Ну что вы. Что перед вами, Константин? Азбука. Азбука, конечно. Десять очков на подборе. Вот, сразу разрыв сократился. Костя, играем с вами. Буква Б. Багет. Вот именно багет, а не булка и не батон. Браво, не принял бы ни булку, ни батон. Это багет. Плюс 15, Костя. Великолепно. Играем дальше. Буква В. Дашенька. Валюта. Точно? А, есть белорусские деньги. Да, это валюта. Конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ 15 очков. Костя, ваша очередь. Играем. Гадюка. Гадюка, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Самая опасная змея наших лесов. Так, тут чуть-чуть посложнее. Буква Д. АПЛОДИСМЕНТЫ Давление. Великолепно. Измеряет давление. Браво. Дарья, я вам аплодирую. Измеряет артериальное давление. Прекрасно. Костя, играем с вами. Это буква Ё. Сразу говорю. Это не Е, это Ё. Никогда не видели. Ёршик, может. Ёршик, конечно. Прекрасно. Даша, играем с вами. Три, две, одна. Как птичку звать? Увы. Костя. Что, не знаю такую птичку? На букву Ж. А в зале прямо шипит. Жаворонок, жаворонок, жаворонок. Жаворонок, конечно. Вот теперь вы знаете его лицо. Костя, играем с вами. Буква З. Зубр. Нет, это не зубр, это лось. Это напрасно вы так. Ну, все ответили. Может, Даша догадается? Забор. А? Забор. Забор, на котором так удобно рисовать граффити. Десять очков на подборе. Вот с двойным дном берет вопрос и Даша, как с давлением, так и с забором. Вот, Костя соотучился на животном. Прошу вас, Дашенька. Игрек. А откуда он такой? Из фиксиков. Да, игрек из фиксиков. Прекрасно. Костя. Калькулятор. Что, серьезно? Вы еще помните такие калькуляторы? Обалдеть. Я думал, что сейчас телефоны, и никто не помнит наши древние калькуляторы на батарейках. А тем не менее, они были и выглядели именно так. 130-120. Вот Костя своим блестящим ответом подсократил разрыв. Десять очков всего. Ну, для финальной риски игры это не разрыв. Риск игра. Вперед. Риск игра. Риск игра. Единственная игра со штрафом. Отвечаешь правильно. Плюс 20. Отвечаешь неправильно. Минус 20. Молчишь. Ноль. Ну, кто же выигрывает с нулем? Кира. Самый сильный. Самый умный. Самый быстрый. Самый обаятельный. Самый улыбчивый игрок. Именно такая у нас София. София. Я догадывался, что София пойдет в бой на последней. Лучше всех в команде Гомеля. У нас будет рисковать Миша. Понятно. Понятно. София против Миши. Вперед. Риск игра. Ну, вы знаете, что темы вопросов для риска и рыб повторяют темы игры дуэльной. Начнем. Знают все. Рысь. Это хищник или травоядная? Хищник. Хищник, конечно. Травоядную рысь. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот Гомель повел. Играем. Как зовут? Так называются самые мощные белорусские грузовики. БелАЗ. БелАЗ. И разрыв увеличивается. АПЛОДИСМЕНТЫ София, я понимаю, что вы благородный человек, но не аплодируйте сопернику, а руку на кнопку и готовьтесь встречать. Играем. Гуляем по глобусу. Она лежит под многокилометровым ледяным щитом. Что ж за континент такой? Она под ледяным щитом. Машенька, ну так же не ведут себя благородные игроки. Это Антарктида. Знала? Да. Испугалась. Бывает. Итак, 130, 160. София, вы ничего не теряете. Вам нужно отвечать правильно. Миша, не почивайте на лаврах. Играем. Будь в форме. Кепка с козырьком получила свое название от этой американской игры. От игры теннис. От теннис? Кто же называет кепку? Будете жать? Нет. Нет. Давайте порассуждаем, София. Как кепку называют с козырьком? Не знаете? Нет. Тенниска? От бейсбола. Да, бейсболка получила свое название от бейсбола. И последний вопрос. К сожалению, ничего уже не решает. Рискнула героическая София. Начнем. Все профессии важны, но в 2020 году самой важной стала именно эта профессия. Это профессия врач. Вы абсолютно правы, София. Поставили точку. Вам аплодирует ваш тренер Юрий Рудинский. Вот я уважаю всегда людей, которые даже в проигрыше своих ребят поддерживают. Традиционные подарки и сувениры от телерадио компании «Виль», которые уже много-много-много лет вместе с Гомельским областполкомом поддерживают нашу уникальную телевикторину. Итак, первый блин оказался неком. Великолепная, равная, блестящая игра. Ну, в которой чуть-чуть сильнее оказались гемельчане. Итак, Гомель выиграл, Жлобин сегодня проиграл. Мы не последний раз видим вас здесь, но, дорогая Кира, дорогие девчонки из 11-й Жлобинской школы, у вас будет шанс посмотреть, как вот эти герои выстоят против команды 51-й гимназии. А это будет следующая наша игра. Вот, то ли порадуетесь, то ли поболеете за них, но тем не менее. Посмотрим. Готовы к бою? Алина. Великолепно. Разве готовы к бою? Ну, и я готов играть дальше. Через некоторое время мы снова увидимся с вами и услышим наш главный девиз. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем! Редактор субтитров А.Семкин